Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Белов. Часто мне задают в личном сообщении, просто в сообщениях вопрос, можно ли чем заниматься каким-то бизнесом в деревне, как вести это дело, и это с чего начать. Ну и так, вот такие вопросы возникают у меня. Можно? Конечно, можно. Можно чем заниматься? Да хоть чем заниматься. У нас интересная такая деревня, многонациональная, многосекциональная, религиозная, много людей приезжает, и много приезжает людей, переселенцев из города в деревню. По каким-то причинам жизнь в деревне, в городе не складывается. Люди приезжают в деревню, селятся, живут в надежде, что здесь что-то у них изменится. У всех по-разному складывается. Кого-то хватает в деревне нашей пожить на летний период времени. Кто-то задерживается на зиму, кто-то на годик, кто-то на два. Ну, у всех все это выходит по-разному, индивидуально. Итак, часто возникает вопрос, есть ли у вас участки в деревне на продажу, или дома есть ли на продажу? Конечно же, есть. Откуда они берутся, дома и участки на продажу? А их продают те люди, у тех, у которых не сложилась судьба по каким-то причинам, или какие-то обстоятельства, не смогли они здесь найти в деревне свое место, они уезжают жить снова в город и продают участки. Или приехал человек, или какая-то семья, купили несколько участков, несколько домов, благо они еще были не очень высокие тогда в цене, ну, а сейчас по мере того, что кризис, кризис, они начинают продавать. Кто-то чуть-чуть цены повышает, хочет положить чуть побольше денежек себе в кошелек, кто-то, наоборот, понижает цену, ну, для того, чтобы, как говорится, быстрее продать и уехать. Так что вот так вот. Можно ли в деревне заниматься бизнесом? Конечно, можно. Я могу сказать вот на примере, простом примере, вот у нас сейчас вот будет, после моей заставки, ребята привезли сено, заготавливают сено на лугах и складируют у нас на территории машино-тракторного парка. Два бурта рулонов привезли из-под 145-го пресса, 145-м прессом заготавливают, сложили и периодически приезжают и продают это сено. Они уже на момент, вот, было все, я начало делал записи 3-го сентября, вот было два бурта, вы посмотрите потом после этого. После я там показывал 30-го ноября, там уже оставалось один бурт, и второй там чуть-чуть было немножко. Сегодня 27-е декабря 2019-го года, там уже один бурт целиком они продали, там остался еще один бурт. Было два, один уже совсем продали. Так что потихоньку, но прибыль к ним идет, вот эти рулоны продаются, покупаются. Не все могут заготовить, купить сено, заготовить сами сено, поэтому все покупают. Платежеспособность нашего населения, конечно же, оставляет желать лучшего. Те, кто проживает в деревнях, в окрестных деревнях, люди все равно ищут, где бы что бы подешевле, поэтому плохо или бедно. Ну, а это вот часть бизнеса вот этого у ребят немножко продвигается. Так что вот так вот, надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Пишите, я еще буду выполнять ваши пожелания. Да, кстати, у меня сейчас еще там в разработке есть еще несколько роликов, которые делаются, потихоньку снимаются, монтируются. Так что вот так вот. Ну, все, удачи, пока. Здание нашего МТМИ, так называемого. Машинный двор. Гаражи когда-то были. О, чувак. какой-то ходит с металлоискателем. Ищет железо. Сейчас мы подойдем, узнаем, что там нашел. Я тебя не буду в лицо. Да, вообще, нет, Вов. Нет, этого не надо. Так, тут у нас идут раскопки археологические. Ну, что? Иди нахер археологические раскопки. Вон, блин, железо копает здесь. Сколько нашел? А, вот, вот весь улов. Вот весь улов, который нашел. Пружина какая-то с техники. Это железо. Болванки. Дюралька. О, еще штырь. Долго он у тебя дюжит? Долго. Так, вот сюда сдают металлолом. Наш предприниматель сразу принимает его по 6 рублей за килограмм. Тут железко, железо лежит, и войное. Какие вещи интересные. Гидробак от Юмзика. Другой железо кабина. Короче, всякого барахла. Кабина с газика. Что-то другое лежит. Какие-то микроволновки старые, разбитые. Вот такие здесь. О, жесть. А, это что? А, это, это разве, разрезанный этот жигулешка. Жигулешка разрезанная. Бензовак даже целый. Стоит целый, не целый, хрен его знает. О, ручка даже есть. Кому надо ручку. Так, что я хотел, приехал сюда вам показать. Возят сюда тюки, рулоны генералы. Прессуют они ПРФом 145. Возят сюда, складируют. Уже тут рейсы два, наверное, или три сделали. Привезли на телегах. Чтоб зимой, зимой, чтобы им... Ну, зимой или осенью сейчас будут продавать. Бурт такой наклали. ПРФ у них новый. В том году они брали его. Пресс. Почем тюки, сколько вешают, хрена знает. Ну, тут уже... Ну, они разгружали. Так, сухой сен, хороший. О, ребятня тут лазит. По этим... О, второй бурт начали класть. Второй бурт. Так, вот такие дела. Тут уже кое-что размалахтали. Ну, намокло. Пипец. Так, такие вот... Так, так вот. Второй бурт начали класть. Тут вот... Тут так-то вроде руку не засунешь, а уже... Тяжелые, наверное, центеры по три, наверное, да? Или по два. Напишите, сколько они будут центеров. Вот тут тюки некоторые геометрии уже потеряли. Потому что это... Можно предположить, может быть... Хотя набито вроде нормально. Не знаю, почему они потеряли геометрию в плане перевозки, транспортировки. А вон вышка стоит. Сотовые связи Теле2. Ну, у нас связь сейчас с Теле2 есть. Работает замечательно. Вообще красота. Ну, вон там она стоит. Моя машинка стоит. Ну, вот. Вот такие тюки привезли на продажу. Куда их привезут, не знаю. Или в Морненцево будут продавать, возить. Или в город будут возить, продавать. Не знаю, куда. Ну, вот тюки есть такие вот продажи. Так. Вот. Гараж остался один. Раньше было два гаража. Вот клюшки от второго остались. Стоял вот здесь. А потом его тут разобрали, раздолбили, увезли. Это второй. Это залитый остался. Тут зимой техника ставится Олегом Николаевым. Николаевым. Привезли генерала сюда сено. Сложили этот бурт уже, смотрите. Забрали много почти. Здесь процентов 75 забрали бурта этого. Кто покупает это сено? Это сено покупают те, кто не заготовил. Ну, и нуждаются в сене. Рулоны вот они сложили, привозили по осени. Складывали здесь на Беларусь. На Беларусь с куном. Ой. Так, а тут что? Тут они попадали уж, рулоны эти. Пресс у них 145-й, российский пресс. Какого производства, я не знаю, какой завод делал. Ну, вот такие вот рулоны. Тут, видите, их некоторые повело. Но сено у них, кстати, хорошее. Сено хорошее, косили. В этом вообще году у нас сено у всех, кто заготавливал, сено у всех хорошее. Под дождь не попало, ничего. Ну, а тут вот видно, что... Тут вот крупноватые сено. Как гужур, не гужур. Ну, вот так они складируют. Тут есть человек в деревне, кто за этими рулонами вроде как присматривает. Загородили такой заборчик, чтобы скотина не ходила. Скотина не ходила. Ну, и меньше, как говорится, их потрепало. Эти рулоны. Ну, а тут... Тут что-то... Тут лежат. Видите, они не берут. Берут все с этим. Ну, наверное, видите, как кончатся, отсюда начнут брать. Серега отказался сниматься. Говорит, не надо, не надо, меня узнают, увидят, что-то... Короче, застеснялся. Вот так. Сейчас поедем. Поедем. Деревня опустела. Начался сентябрь, как говорится. Дети пошли в школу. Отпуска закончились. Ну, лето кончилось. Осень. Все. Так что деревня живет своей... Начала жить своей обычной, обыденной жизнью. Сейчас еще будут приезжать, конечно же, люди. Ну, когда будет хорошая погода. На выходные, там, субботы, воскресенье, пятница. Будут приезжать. Где-нибудь жить, гулять. Набираться сил. Дышать свежим воздухом. Ну, а у нас мы живем все по-прежнему, без каких-то либо изменений, потрясений. И это самое главное. Вот так. Это самое главное, что у нас стабильность. Ну, деревня есть деревня, что говорить. Тишина на улице. Вот, сейчас еду, смотрю на улицах. Никого. Никого, никого. Как будто все куда-то исчезли. Куда-то исчезли. Куда-то уехали. А здесь вот, подставили неделю назад новую подстанцию. Не знаю, подключили, не подключили. Провода, вообще-то, висят. Что там будет в том месте, не знаю. Будут, может быть, там строить. Что там за производство или дома, или улицы, или участки на продажу. Не знаю, что это будет. Это бывший, так называемый, у нас называется угол. Там раньше стояла вдалеке пилорама. И, ну, обеспечивала деревью материалом. Материалом доски пилили, брусья, все такое вот. Ну, а сейчас вот, хрен знает, что там сделают. Что-то сделают, наверное. Так, может, может, участки продают на продажу. Что это стоит? Ну, а листва уже начинает желтеть, желтеть, желтеть. Осень. Кто-то скажет, спросит. Есть участки на продажу? Да, друзья, конечно же, есть. Есть, все, продают, покупают. Какая цена? Да, цена разная. Цена зависит от расположения участка, от местонахождения его, близость с лесом, какие-то другие, я не знаю, какие, не знаю, ну, еще какие-то стороны. Когда продавец говорит, такая цена, такая, от этого зависит или от этого. Так что, все это и есть. Продажи. Так, ну, сейчас вот мы вернемся. Вернемся, развернемся. Вернемся, развернемся. Продолжение следует...